Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечает по всему миру 1 декабря. Его учредили более 20 лет назад, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию. Сегодня мы обсудим наиболее актуальные вопросы, касающиеся ВИЧ. У нас в гостях Александр Фомичкин, заведующий отделом Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Здравствуйте. Добрый день. Александр Николаевич, скажите, что касается статистики, какова она в Рязанской области и как она изменилась по сравнению с разными годами? Распространение ВИЧ-инфекции продолжается, несмотря на принимаемые усилия. Поэтому количество инфицированных, естественно, ежегодно увеличивается. Общее количество инфицированных в нашей области в настоящее время достигло более 5 тысяч человек. Показатель на 100 тысяч населения составляет примерно 480 на 100 тысяч. Если сравнить с общероссийским показателем, который где-то около 1000 инфицированных на 100 тысяч населения, то у нас показатель средний такой статистический. Но, что бы там ни было, все равно каждый год мы являем около 300 новых ВИЧ-инфицированных. В этом году уже за 10 месяцев выявлено 211 человек. Поэтому ожидаем, что к концу года количество инфицированных также будет выявлено около 300 человек. И считается, что 80% инфицированных – это наркоманы. Действительно это так? Нет, это далеко не так. Это и совсем неправильно. Потому что, начиная с 2003 года, у нас в Брязанской области ведущий путь средний ВИЧ-инфекции – это половой. И достаточно сказать, что в этом году, из тех 211 выявных носителей ВИЧ, 75% заразились половым путем. То есть это не болезнь наркоманов и проституток, это болезнь общего населения. То есть ВИЧ-инфекция уже вышла за пределы так называемых групп риска и распространяется уже во всей популяции. Давайте поясним для телезрителей, что такое ВИЧ и что такое СПИД. Когда ВИЧ переходит в СПИД? Для телезрителей это не принципиально. ВИЧ-инфекция, СПИД – термины, они нужны для медицинских работников, но все-таки. ВИЧ-инфекция мы называем инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. То есть человек заразился вирусом, мы говорим, что у него ВИЧ-инфекция. СПИДом же мы называем синдромом примутенного иммунодефицита. Это конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда в организме развиваются необратимые процессы. То есть ярко выраженные клинические проявления, когда человек требует медицинского ухода за собой, приема специфических и симптоматических препаратов. То есть это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Поэтому, например, от заражения вирусом иммунодефицита человека до развития СПИДа проходит определенное время. Как правило, 5-7-10 лет несколько человек не принимает лекарственные препараты. Мы говорили о статистике. Вы сказали, что мы где-то в серединке находимся, как я поняла. А вот что касается детей? Здесь у нас какие цифры? Ну, по детям ситуация у нас достаточно благоприятная. Ну, надо сказать, что почти из тысячи детей, родившихся в тысячи ценных матерей, за все время, начиная с первого года, у нас только 37 детей, пока инфицирована ВИЧ. Всего на учете у нас 39 детей, и их 37 родлены от ВИЧ-инфицированных матерей. Дети все находятся на терапии, высококактивной, специфической антиретаревирусной терапии. А что нужно знать родителям таких детей? Родителям нужно первое знать то, что ребенок с ВИЧ-инфекцией должен принимать антиретаревирусную терапию. Потому что некоторые родители считают, что если у ребенка клинических проявлений, нет их показаний, то принимать терапию не нужно. Это, в общем, далеко не так. Терапия назначается детям с момента диагностики ВИЧ-инфекции. Это первый момент. Для того, чтобы отслеживать эффективность терапии, необходимо контрольное исследование, так называемого иммунного статуса, вирусного русского. Поэтому родители должны четко следить за периодом посещения специалистов в Центр СПИД. Нужно какие же месяцы? Пожалуйста, каждый месяц приходите. Нужно каждые три месяца. Пожалуйста, каждый три месяца. То есть выполнять рекомендации лечащего врача. Вы говорите о лечении. Как давно начали лечить СПИД? Лечить начали достаточно давно. Но если немножко в истории уйти, то получается такая ситуация, что первые сведения о тогда еще неизвестном заболевании появились в Америке в 1981 году. Воследствии назвали СПИДом. В 1983 году выделили вирус, иммунодефицит человека. Тот, что вызывает ВИЧ-инфекцию, в дальнейшем СПИД. А в 1986 году уже появился первый препарат для лечения. Он назывался Азина-Тимидин. Зиналудин, в принципе, он и сейчас существует. Казалось бы, что так быстро нашли лекарственную практику. Хотя этот препарат он был. Его использовали для лечения онкологических заболеваний. Мы так немножко модифицировали. То есть в 1986 году уже была так называемая монотерапия. Но что получилось на самом деле, что к этому препарату достаточно быстро развивалось привыкание вируса. И человек не могло длительно принимать этот препарат. То есть на первых этапах лечения он действительно действовал эффективно. Но потом вирус ему приспосабливался. Уже эффект был не тот. Поэтому только еще через 10 лет в 1996 году появилось так называемые три терапии. Когда стали использовать не один препарат, а другой направленности. А еще два препарата разных направлений деятельности на вирус. Первый препарат препятствовал внедрению материала вируса в материал клетки. А другие препараты еще много изобрели, которые препятствовали сборке вирусных частиц в организме. То есть вот это три терапии, которые сейчас применяются в настоящее время. Еще называют высокоактивной антиретровирусной терапией ВАРТ. Она сейчас достаточно эффективна. И вирус не может к ней приспособиться. Если человек бросит принимать и длительное время не будет принимать, тогда возможно к этой схеме будет вирус приспосабливаться. Поэтому в настоящее время, начиная с 1996 года, у нас в стране, за рубежом проводится так называемая высокоактивная антиретровирусная терапия. Можно победить этими методами болезни окончательно? Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Но терапия позволяет сохранить трудоспособность человека, его здоровье на длительные годы. То есть суть терапии в том заключается, чтобы замедлить развитие вируса, снизить его концентрацию в крови, держать его на определенном минимальном уровне. Вот это задача терапии в настоящее время. То есть применение терапии сейчас позволило перевести ВИЧ-инфекцию в так называемый разряд хронических медленных текущих забываний. Поэтому человек может ВИЧ-инфицировать, принимая терапию. Но, к сожалению, нужно по жизни принимать терапию. Потому что я уже говорил, что если терапию прервать, возможно будет привыкание. Нужно искать новую схему, нужно принимать ее пожизненно. Но она позволяет дожить ВИЧ-инфицировать до старости, так же, как и другим ВИЧ-инфицированным делают тем самым полноценным членом нашего общества. То есть это не приговор сейчас ВИЧ-инфекции. А ВИЧ-испит – это, получается, болезнь правил поведения, да? Есть ли какая-то возможность обезопаситься? Ну, прежде всего, конечно, ВИЧ-инфицировать, прежде всего, болезнь поведения. То есть сейчас все заботятся коронавирусом, но там совсем другая ситуация. Воздуш-капельный путь передачи, который не зависит от нашего поведения. Мы можем его получить в общественном транспорте, в местах общества предвидений. А с ВИЧ-инфицированным все по-другому. Пути передачи ВИЧ-инфицированным известны. Ничего нового с момента открытия вируса не добавилось. Это половой путь передачи, ведущий путь передачи. И, так сказать, инъекционный – это, как правило, при приеме внутривиданных наркотиков. Не сам факт приема наркотиков приводит к инфицированию, а условия, в которых принимаются наркотики. То есть общий шприц, общая елкость для забора наркотика и так далее. Поэтому вот эти два пути – половой и наркотический, который, естественно, связан с поведением человека. Поэтому на 99% можно утверждать, что ВИЧ-инфекция – это просто болезнь, поведение. Будет разборчиво в социальных контактах. Не уверен, используются средства защиты, презерватив. Все, без безопасности от половой пути передачи. Поэтому, по сути дела, бороться-то несложно с ВИЧ-инфекцией-то. Но повлиять на поведение человека достаточно сложно. То есть опросы показывают, что население не совсем безграмотное. Это процентов на 90 осведомлены в путях передачи. Но нет мотивации на применение знаний на практике. Что русский авось, а вдруг пронесет. Но, к сожалению, не проносит. То есть вот инфицированные, которые подают наше поле зрения, когда он выявляет. То есть все знают о том, что могли заразиться половым путем приема наркотиков. Но думают, что он не коснется. Ну, коснулось. Кого одинить? То к себе. А в тату-псалоне можно заразиться? Ну, опять же, при определенных условиях. Хотя официальных случаев инфицирования в тату-псалоне нет. Но если не родивый татуировщик, не будет обрабатывать меноинструментарий. И сложность такая теоретическая ситуация, что делают татуировку ВИЧ-инфицированным. И тем же необработанным материалом делали здоровым человеку. Ну, определенный риск. Определенный риск есть. Невысокий, но есть. А если такая ситуация? Шел человек по пляжу, наткнулся на шприц, на иголку. Вот здесь. Насколько есть риск заражения? Вообще, что делать в такой ситуации? Ну, здесь тоже ситуация, опять же, теоретически может выглядеть так, что инфицированный наркоман делался по инъекции. Тут же выбросил этот шприц, и тут же человек кололся на эту иглу, где еще остались остатки крови. И вирус в них еще живой. Да, теоретически так. Можно заразиться. На практике, во-первых, вирус неустойчив в внешней среде, он быстро погибает. Нужна определенная концентрация крови. Ну, то там остатки крови на игле, они очень-очень незначительные. Если есть уверенность, что данный шприц, игла инфицированного человека, ну, конечно, нужно обратиться в центр спида, знать, там, кровь на ВИЧ. Потом в динамике еще раз провериться, в течение года можно понаблюдаться. Ну, мы имеем возможность взять смыв с этого шприца и посмотреть, есть ли там, ну, не во всех случаях, но есть ли там антилаквич. Поэтому, если достаточно свежая кровь на шприце, то можно положить в проницаемый контейнер этот материал, доставить в центр спида. Ну, постараемся сделать всего рассмотренного. Ну, опять же, практика показывает, что вот от таких случаев у нас инфицирование при, вот, где-то в общественном месте, при проколе, там, порезе инструментами, ну, в общем, не зафиксировано. Если у человека обнаружен ВИЧ, об этом узнают его близкие, друзья, родственники или нет? Нет, информация по факту инфицированной ВИЧ является конфиденциальной, есть нормативные документы, которые это все прописывает. Информация о факте инфицирования может быть дана по запросу органов суда, следствия, прокуратуры, дознания, военкоматов. Во всех остальных случаях сведения носят конфиденциальный характер. То есть, ни работодателю, ни руководителю учебных заведений информации не доводится. Даже если эта информация доводится до среднего медицинского работника на территории обслуживания, который окружает, не честифицирует, то медицинский работник обязан соблюдать прочебную тайну. Случность людей попадает под статью уголовного кодекса. А кому вообще нужно сдавать анализы на ВИЧ? Вообще-то каждый человек должен сдать свой ВИЧ-статус. Есть программа Организации Медионных Наций, где прописано, что 90% населения должны сдавать свой ВИЧ-статус. Ну, конечно, в первую очередь те лица, у которых были факторы рискованного поведения. То есть сексуальные контакты с неизвестными, мало знакомыми людьми, полюблением наркотиков. Лица, которые в контакте были с ВИЧ-инфицированным, с половым контактом. Если известно, что, или впоследствии стало известно, что человек инфицирован, или он сказал, что он инфицирован, конечно же, обязательно пройти. Или просто пройти однократно. Но все это делают динамики в течение года, через каждые, в общем-то, три месяца. Обследование доступно. Можно пройти по месту жительства обследования. Можно пройти у нас в центре со СПИДом. В том числе можно анонимно пройти бесплатно. Пожалуйста, любой желающий может обратиться на центр СПИДа. Кроме обследования он получит необходимую информацию о ВИЧ-инфекции. То есть, врач проведет с пациентом, так называемое, дотестовое психоконсультирование. И расскажет о путях передачи. Что касается ВИЧ-инфекции. Консультирование ведется именно на личном приеме. Горячая линия. Так называемая горячая линия. Она у нас бывает именно в преддверии дней борьбы со СПИДом. И еще день памяти у Нашхан СПИД. Как официально мы обозначаем, что работает ли фонд горячей линии. По сути дела, можно обратиться нам как по телефону. То есть, специалисты проконсультировать по телефону. И можно на нашем сайте rsp.medgis.ru Там есть задать вопрос. Окошко. Можно через электронную почту задать именно там. То есть, можно при личном обращении обратиться. То есть, мы не закрыты. Открыты, пожалуйста. В пределах своей компетенции дадим необходимую информацию. В том числе, по телефону. Ничего страшного. Не вызывать горячие линии. Мы всегда на связи. Отдадим информацию, которая интересует. Спасибо. На сегодня это все. Берегите себя. До скорой встречи. 1 декабря. Всемирный день борьбы со СПИДом. Остановим СПИД вместе. Он не должен быть среди нас. Обследование и консультации в Центре по профилактике и борьбе со СПИД бесплатно. Город Изань. Улица Спортивная, Дуб-9. Телефон 25-46-01. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова